Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь мы с вами на канале «Радость моя». Я надеюсь, что это общение доставляет вам радость. Я постараюсь ответить на вопросы, которые приходят на наш сайт «Закон Божий». И вот сейчас мы коснемся такой темы, как служение в храме. Храм Божий Андрей спрашивает нас. Меня владыка просил помочь понести послушание чтеца на клиросе. Я не знаю церковно-славянского языка и не смогу там читать. Имею ли я право сказать, что не смогу выполнить благословение в силу своего неумения и неопытности? Вы знаете ли, Андрей, мне кажется, что человек, который освоил компьютер, умеет набирать текст, умеет пользоваться электронной почтой, прекрасно сможет выучить церковно-славянский язык. Мне кажется, вам надо говорить не о том, что вы не можете выполнить благословение, а приложить усилия, чтобы его выполнить. Возьмите учебники, они есть, попытайтесь читать вслух, обращайте внимание на ударение. Конечно, на первых порах вы будете делать ошибки, но очень скоро придет опыт, и вы сможете выполнить послушание, которое возложил на вас владыка. Вот очень характерный вопрос. Я уже два года работаю в храме за деньги. Раньше помогала по мере сил во славу Божию. Работке оказалось очень тяжело, и физически, и морально. На светском предприятии есть обязанности и права, а здесь только одно право – смиряться. Дома я почти не бываю. Основная псаломщица – бабушка. Постоянно делает ошибки, петь не умеет ни по нотам, ни на слух. А я ничего не могу изменить на все ответ, что главное – она, а не я. Отказаться выполнять работу не могу, батюшка против, как мне быть? Что ж, конечно, служение в храме – это хорошая школа смирения. Смиряться трудно, и особенно трудно, когда как бы это смирение, ну, вот эта школа как бы не очень продуманная и обоснованная, может быть. Согласен, что вот трудно это переносить, когда человек уже по привычке делает ошибки и не хочет изменяться сам. Но вы знаете ли, конечно, Господь милость его взирает на кроткое и смиренное сердце. Может быть, для этого Господь и ставит вас в такие трудные условия. Все мы гордые, у одного гордость проявляется так, у другого иначе. И всем нам нужно бороться со своей гордыней, ее смирять. И благодарить Бога, если Он ставит вас в условия, когда действительно это как бы становится, ну, вот обстоятельства вынуждают вас смиряться. Только не раздражайтесь при этом, не осуждайте окружающих, а постоянно молите, чтобы Господь дал вам силы, терпение, мудрость, мужество. И молитву сносить вот эти, может быть, несправедливые упреки со смирением, и тогда вот эта школа пойдет вам на пользу. Какие требования предъявляет церковь к алтарникам? Однажды мне сказали, что нельзя заходить в алтарь, если есть какие-то отношения с девушками, даже просто дружба. Неужели все так строго? Спрашивает Божий Антон. Нет, конечно, просто дружить, если отношения чистые, целомудренные, конечно, можно. Но мы живем в дикое время, когда практически не встречается целомудренного отношения молодых людей друг к другу. Как когда-то нам говорилось, парень девушку целует, хочет познакомиться. Вот у нас такая свобода нравов. Если человек переступает нравственные границы, конечно, он не может быть алтарником. Но, судя по всему, к вам это не относится. И вот если просто какие-то, ну, такие отношения, такие приятельские с девушками есть, это ни капельки не препятствует вам быть алтарником. Но вот нужно очень строго за собой следить, чтобы не переступать вот эти трудно определяемые, но очень такие вот душой ощутимые грани. Вот дай Бог вам такой целомудренной, одухотворенной жизни и служения алтарю Божию. Сейчас я постараюсь кратко ответить на несколько ваших вопросов. Как снять приворот с любимого человека? Сейчас он уже с той девушкой, которая приворожила. Спрашивает раба Божия Ника. Церковь не верит ни в какие привороты, а вот в силу молитвы верит. Вот я вам советую пойти в храм, исповедоваться, покаяться в своих грехах, причаститься и усилить свою молитву с верой, что Господь услышит и поможет вам. Могу ли я выйти замуж за маминого троюродного брата? Спрашивает раба Божия Дарья. Да, Дарья. Такая степень родства канонами не запрещается. Вы можете вступить в брак, и дай Бог вам счастья. Если космос все же как-то влияет на людей, то почему нельзя верить в лунные календари, стрижки волос и посадки овощей? Спрашивает раба Божия Людмила. По-моему, вот, стричь волосы надо тогда, когда они отросли, и прическа становится некрасивой. А космос на нас на самом-то деле не влияет. Подскажите, пожалуйста, как относиться к прививкам, стоит их делать детям или нет? Пришла пора делать прививки ребенку от полиэмилита и АКДС, но многие утверждают, что это опасно и чуть ли не грех. Нет, Ольга, это, конечно, не грех, но некая степень опасности имеет место быть. Поэтому нужно идти на прививки, когда вы чувствуете, что у вас ребеночек крепенький, хорошенечко его подкормите, может быть, после летнего отдыха. Тогда его силы сопротивления помогут ему перенести эти необходимые прививки безболезненные, без последствий. Прочла, что после исповеди необходимо попросить разрешение у священника на причастие. Но мы с мамой после исповеди никогда не спрашиваем, просто идем причащаться. Это неправильно? Да нет, Юля, это правильно. Если священник ничего не говорит, это значит, что он разрешает приступить к таинству причастия. Вот если он говорит, что тебе сейчас не надо в течение какого-то срока причащаться, ну, тогда он об этом и скажет. Так что совершенно спокойно, не сомневайтесь, после исповеди идите и причащайтесь святых христовых тайн. Приснился сон, что в этом году две Пасхи, и я был на обоих пасхальных службах. Что это может значить? Это просто означает, что вам приснился такой сон, а в году бывает только одна Пасха, и она продолжается в течение сорока дней до Вознесения, и вот в этот период мы приветствуем друг друга пасхальным приветствием. Христос Воскресе! Дорогие друзья, прощаюсь с вами. Время нашей передачи подошло к концу. Надеюсь, что вы будете присылать ваши письма на сайт «Закон Божий». До новых встреч! Господь с вами! Субтитры подогнал «Симон»